Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь, обращаю ваше внимание на то, что вы описывали историю ваших отношений с мужчиной, говоря о том, что вы его начали жирко ревновать. Первое, вы не описываете причины, хотя бы с вашей точки зрения, какие это были причины за ревности, да? Это первое. Второе, собственно, сейчас, чего вы хотите, то есть что делать, чтобы что? Если только вы не надеетесь, что мы сможем повлиять на чувства парня, таким образом, чтобы он много захотел с вами быть, не захочет, по крайней мере, пока не захочет, по очень простой причине, связанной с тем, что вы себя очень сильно обесцелили. И именно по этой причине парень относится к вам именно как к той лучше кого он еще не нашел. То есть вот, как бы, проблематика, она немножко верна. Вот. И работать вам соответственно. Нужно, в первую очередь, чтобы повышать свою самооценку. Вот. Второе, уверенность в себе. Третье, страх одиночества. Четвертое, корректное отношение к единой сфере в том числе. Пятое, это культивирование любви к себе. Сейчас у вас этого нет, к сожалению. Вот. Ну и там дальше можно будет смотреть. Дальше можно будет смотреть уже, где у вас конкретно будут, ну, будет сопротивление. Потому что это важно. Вот. Вот. Примерно. Примерно так. Дальше. Значит. Так. Начало отношения все было хорошо. Что значит хорошо? Что общего между вами и парнем? То есть, ну, на каких основаниях сошлись вообще вы? Что общего между вами? Что послужило началом отношений? Ну, для вас, по крайней мере. Для вас, да? Для вас. Дальше. Дальше. Потом я начнилась жутко его ревновать. Повода не было, но я все равно ставил на его любое местоположение все параллеты. Вот. И вот все-таки, для меня это силы его ревновать и саму салатой. А, собственно, что началось? Ну, то есть, давайте как-то вот, может, ну, более... 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 подробно. Потому что на данный момент не очень понятно, что вот на ровном месте просто вы начали его ревновать. Так не бывает. Что-то сработало, что-то произошло, что вы начали это делать. Вот. То есть, давайте как-то вот постараемся, постараемся без обеспечения, да, без... какого-то такого обеспечения... просто... Пройти по этим моментам и посмотреть, что там было, что такого произошло. Вот. Вот. Что... мы начали ревновать. Вот. Откуда он такой страх, что мужчина может быть там скелта? Ну, давайте, 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 давайте раскроем, раскроем это. Вот. Раскроем... посмотрим. Раскроем дальше, что делать. Далее. Раскроем дальше. Так. До всего ревности много он сказал, что ему хорошо станет за меня, то есть, если выходит на нет, мы праздновали еще два месяца, я ушла. Из-за чего вы ушли? После месяца с вами мы встретились, неделя общались очень близко, но он сказал, что у нас не получится. Почему? Из-за чего общались? В итоге я снова закатывал истерику. Из-за чего? Из-за чего истерик? И ушла. Он встречался с девушкой, недавно она мне рассталась, мне нужна была помощь, она писала имя, вот только когда мог предложить встретиться. А, после встретиться я приехал к нему, через несколько дней мы из-за мы были вместе, он в это время очень заботился обо мне всегда. Целует, обнимает, проводит время со мной и сказал, что лучше меня пока не нашел, поэтому решил посмотреть видео по плане, за которым я закончил отношения. Мужчина приступает мне пользоваться, здесь с одной стороны с другой стороны не хочет брать ответственность за отношения, потому что это слишком мне тяжело. А потом сказал, что со мной очень хорошо, но без отношений, да, потому что отношения хуй от него стоит работать. С моей стороны понимают, что я до сих пор его люблю, что мне делать с данной стороны. Но если вы под любовью понимаете ревность, то я должен вас огорчить, это не любовь, ревность это не любовь. Вот если вы без человека, грубо говоря, не можете, это не любовь. Елена, это скорая зависимость, да? По факту это, знаете как, это подробность обладать. Вот можно так это примерно озвучить. Вот это не любовь. Так давайте попробуем рассказать, что вы вкладываете в вот эту вот фразу, я люблю его, да? А так по ходу получается дело, что боитесь вы близости. Эмоциональные близости боитесь. Вот. Ну, в принципе все. То есть вот по ходу дела получается, что эмоциональные близости вы опасаетесь. Вот. Это личная граница, у вас большие проблемы с личной границей. Вот. Ну и внутренняя убежденность тоже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. На моем море сооруживайте, ко Государе. За такой are you. Это чем проблема и развивайте? Давайте надesome. Продолжение следует...